Друзья, добрый день. Мы находимся в пресс-центре Аргументы и Факты. Меня зовут Наталья Кожина. Сегодня у нас в гостях Евелина Хромченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Евелина, ну, естественно, вы понимаете, что позвали мы вас не случайно. Грядет пора корпоративов, грядет новогодняя пора, и кому как не к вам обратиться с вопросом, собственно говоря, что надеть. Какой корпоративный наряд должен быть у девушки? Я хочу начать с вопроса, что можно надеть такое, чтобы не выглядеть разряженной, но и необычную офисную одежду. Что вы можете подсказать? Знаете, я думаю, что палочкой-вылучалочкой в этой ситуации всегда может стать маленькое черное платье. Причем сколько женщин, столько и в маленьких черных платьях, и не существует размера, возраста или веса, который нельзя упаковать в маленькое черное платье. Более того, не существует уровня праздника, уровня репрезентативности, для которого нельзя подобрать свой вариант маленького черного платья. Оно может быть простым футляром, скажем, без рукавов с открытыми плечами. Это уже вполне нарядный вариант. Для таких корпоративов, где все очень строго, либо это может быть какое-то такое фантастическое красивое гипюровое платье на чехле, и это уже достаточно высокий элемент торжественности платья. Если даже оно будет скроено по очень простой форме, ну а в случае, если там какой-то драматичный фасон еще плюс ко всему, то, разумеется, вот этот вот градус торжества, он возрастает. То есть здесь необходимо обязательно понимать, куда ты идешь, в каких интерьерах ты будешь сниматься, на фоне чего сделают твою фотографию на этом корпоративном празднике, как будут одеты другие люди, с кем будут твои начальники, и главное, кто твое начальство. То есть надо сделать так, чтобы корпоратив и твое появление на корпоративе, и твоя инвестиция в наряд для корпоратива послужил тебе на пользу для карьеры, а не против тебя сыграл. Это очень важно. Но вы все-таки в пользу платьев, да? Очевидно. Никакие костюмы все-таки лучше. Ну, послушайте, у всех людей разные возможности, разные планы. Кто-то решил приобрести для себя новое платье, а кто-то решил сэкономить деньги и поехать отдыхать. Нельзя же запретить человеку так делать. Разумеется, в арсенале любой женщины существуют какие-то базовые вещи, которые она может в такой ситуации использовать. И даже в случае, если, скажем, это просто белая бузка, напоминающая рубашку, черная юбка, карандаш, этот наряд вполне можно сделать торжественным, подходящим для корпоратива. Купив, скажем, широкий лаковый пояс, какое-то красивое украшение, большое колье, сейчас это в огромной моде, сделав маникюр, макияж, прическу в салоне. Можно себе позволить, раз в году, я думаю. И, конечно, купив новую туфлину. Разумеется, такого типа вещи немедленно дарят женщине ощущение собственной особенности, значимости и праздника. А насколько корректно выглядит наряднее своей руководительнице? Вот у нас есть такой вопрос о читательнице. Она знает, что ее руководительница, она одевается достаточно сдержанно. При этом, Татьяна наша описывает потрясающий наряд, не буду читать, в котором придет она уже. Вот уместно или неуместно, если ты заранее знаешь, что твой руководитель будет более сдержанно одет. Я полагаю, что девушке очень хочется одеться нарядно, раз она все-таки задает такой вопрос в этой ситуации. Ответ она знает сама. Нельзя. Да, иначе из карьеры будет потом проблема. То ничего, послушайте, вне зависимости от того, чем бы мы ни занимались, все мы женщины, и все мы прекрасно понимаем, что существуют женщины разные. Зачем зря трясти красной тряпкой перед носом быка? А кто ее знает? Может, у нее руководительница человек взрывной, да? Мы же этого с вами предполагать не можем. Наверняка ваша зрительница твердо знает, что не все так просто, раз старается заручиться мнением профессионала на этот счет. Раз она это знает, значит, не надо рисковать. А насколько уместно надеть платье, которое, допустим, ты надевала когда-то, ожидая этого на корпоратив? А это зависит от ситуации того, кто является твоими коллегами. Если коллегами будут являться мужчины, то в большинстве ситуаций при измененных аксессуарах, колготках другого цвета, других туфельках, иной прическе, они не то что платья такого же на тебе не признают, они не узнают тебя. Если же на этом мероприятии в основном будут преобладать женщины, то, разумеется, на следующий день на работе все скажут, что ты надела то же самое платье, что и в прошлом году. Понимаете, опять гений места и обстоятельств. Хочу зачитать вот какой вопрос. Наша читательница очень хочет сделать инвестицию в дорогие вечерние туфли и спрашивает вашего совета, поскольку ей хочется, чтобы они прослужили несколько лет, какая модель и расцветка будут наиболее универсальны? Хотелось бы чего-то блестящего и можно ли к таким туфлям добавить блестящий клатч? Я думаю, что лучше всего ей подойдут лаковые черные шпильки, которые по-другому называются пампс. И здесь есть одна проблема, например, нескольких лет. Вот, например, в нынешнем сезоне в большой моде острые носы. Но совершенно не факт, что эта форма будет на протяжении нескольких сезонов актуальна. Мы же знаем, острые носы достаточно часто меняют свой облик и становятся овальными, потом круглыми и так далее. То есть на пару сезонов – да. Но так вот, чтобы на несколько лет – не факт. С другой стороны, шпильки с вытянутым овальным носом, не слишком удлиненным, но довольно аккуратным, таким женственным. Это действительно более безопасная и выгодная инвестиция, нежели остромодные острые носочные части. То есть все зависит от бюджета женщины, от того, насколько она готова к модной обновке. Острые носы держатся уже не первый сезон, сезон 4 они ходят по подиуму. Соответственно, есть предположение, что сезоны 2 еще продержатся, и дальше популярность начнет падать. Этим летом грядущим они тоже будут очень и очень востребованы. Но все, что касается следующей зимы, еще покрыто тайной, и мы не можем еще ничего об этом говорить. Но с другой стороны, мода, она же возвращается, можно оставить, а потом говорит, нет, нет. Вот в области обуви, вот в области обуви, нет, это уже будет милым сувениром из прошлого. И даже в случае, если, например, сегодня вам попадутся шпильки вашей тети или бабушки, которую она носила в 50-е годы, для вас это уже будет невозможным, потому что, во-первых, обувь не так, как одежда хорошо хранится. Кожа, она довольно часто теряет свою форму, свой рельеф от долгого хранения. Мода возвращается раз в 25 лет, но с некоторыми изменениями. То есть смысл, да, тот же острый нос, но все остальное форма образования, пропорция абсолютно иная, концепция другая совершенно, время другое. Я не советую откладывать туфли, если вы, конечно, не коллекционер обуви и нет никакой специальной идеи, на черный день для того, чтобы надеть их через 25 лет. Это просто будет зря занятое место на антресолях, правда. Еще один вопрос, Велина. Как вести себя, если вы увидели на вечеринке девушку в таком же платье, как у вас? Наша читательница в такой ситуации растерялась. Ну, я думаю, что нужно подойти, познакомиться и дальше быть рядом, потому что все равно все заметят. Ну, послушайте, если вы заметили, значит, остальные тоже заметят. Вот у всех людей есть глаза, и глаза выполняют функцию, они видят. Поэтому я думаю, что самый правильный способ – это немедленно испортить второй девушке настроение, точно так же, как она его испортила тебе, познакомиться, потому что у вас явно много общего. И провести этот вечер вместе, ну, не ехать же переодеваться, тем более, что часто это бывает невозможно. Но такой дабл-дрессинг – это на самом деле не нечто сверхъестественно редкое, так бывает достаточно часто. И в довольно известном обществе. Я вас уверяю, вот если вы, например, будете в поисковике искать дабл-дрессинг примера, вы увидите, что женщины сфотографированы вместе, даже очень известные, очень знаменитые. – Еще один вопрос. Тоже наша читательница хотела бы услышать ваш совет. Она планирует заказать у портнихи к Новому году какую-то универсальную вечернюю, верхнюю вечернюю одежду, что можно было бы накинуть и на коктейльное платье, и на вечернее шелковое в пол. Для того, чтобы только добежать от такси до ресторана. Что это может быть? Какой фасон не будет выглядеть старомодно и тяжеловесно? И, естественно, в идеале хотелось бы носить эту одежду и весной. То есть какой-то абсолютно многофункциональный вариант. – Есть прекрасный выход с положения. Во-первых, грядущим летом будут очень актуальны меха. Многие дизайнеры понаделали меховых нарядов на лет. Даже юбок из норки. Но я бы рекомендовала обратить внимание на крокульчу. И сделать такой диагональный жакет, короткий, до середины бедра. Ну, в зависимости от того, какая форма бедера у женщины. Разным гаммам, разным конфигурациям идет вот этот вот диагональный жакет разной длины. То есть бедро может быть открыто, бедро может быть закрыто, бедро может быть закрыто до середины. Но это самый универсальный вариант из всех. Рукава у этого жакета должны быть самый максимум по косточку, а лучше пусть они будут три четверти. Горловина должна быть круглая, и этот жакет должен быть на кнопочках. Кнопочки обтянуты, соответственно, шелком или еще чем-то таким. Внутри желательно иметь два кармашка маленьких на резиночке, каждый со своей стороны. И это будет, поверьте мне, самый универсальный вариант из всех верхних нарядов, которые вы только можете себе представить. Я просто почему-то так подробно описываю, я знаю, о чем я говорю, у меня такой есть. Эвелина спрашивает вот, что Эвелина Леонидовна сейчас наблюдается повальное увлечение русской тематикой. Яркий пример это наряды от Ульяны Сергеенко. На всех ли мероприятиях такой русский колорит будет приемлем в одежде, как долго на него еще будет спрос и подходит ли он для корпоратива? Ну и здесь еще небольшое замечание относительно того, что мужчинам почему-то он не особо нравится. Ну, слушайте, какие мужчины, зависит от того, куда пошли, с кем, с какой целью. То есть, разумеется, платья в традиционном русском стиле, а-ля Рюс, они притягивают общественное внимание, разумеется. Они определенный вызов, да, то есть это довольно ярко выраженная стилистика. И если ты к этой стилистике не готова, то лучше не рисковать. Но мало ли что модно. На сегодняшний день мода предлагает огромное количество вариантов. Но если у тебя нет таких вопросов, конечно, это прекрасно, если человек в рамках своего самовыражения в одежде еще плюс ко всему подчеркивает национальные корни страны, из которой он родом. Мне кажется, что в случае, если такого рода вечеринка происходит за рубежом, да, в Европе, в Америке, это будет встречено на ура. Другой вопрос, если, к примеру, все это происходит в каком-то очень традиционном именно российском месте, да, где представления о прекрасном у людей связаны с несколько иными формами и линиями, возможно, более европейскими. То есть, возможно, на них это окажет меньшее впечатление, нежели, скажем, на иностранцев. То есть нужно просто понять, кто тебя будет оценивать, кто будут эти судьи. Да, и помните о том, что нельзя быть красивее в этом наряде начальницы, как мы уже сказали ранее. Красивее начальницы лучше вообще ни в каком наряде не быть. Это чревато последствиями разнообразными. Конечно, разумеется, есть исключения из этого правила. Если, скажем, речь идет о редакции модного журнала, то это можно сказать даже приветствуется. Это очевидно. Но если, к примеру, речь идет о банке, об инженерной конторе, об офисе страховой компании, то здесь немножко опасно. Чуть-чуть. Бухгалтерия. Вот это особенно. Бухгалтерии нет. Вот здесь вот не решайтесь. Евелина, в каком соотношении нужно выбирать длину платья и высоту каблука? Эти вещи не зависят друг от друга. То есть можно так, как нам хочется. Вы можете надеть мини-юбку и макси-каблук, вы можете надеть мини-юбку и балетки. Можете? Можете. Вы можете надеть макси-платье, а под него высокий каблук или под него балетки. Вы можете надеть миди с туфлями на не очень высоком каблуке. С балетками это будет не очень хорошо для любой ширины лодыжки. Но если лодыжка уж очень тонкая, совсем прямо тоненькая щиколотка, то даже с миди балетки будут смотреться хорошо. А высокий каблук смотрится прекрасно во всех ситуациях. Поэтому эти вещи друг с другом никак не совпадают. Главное, чтобы по стилистике и по конфигурации эти два объекта хорошо друг с другом компоновались. Купить красное платье для корпоратива, но не знаю, как правильно его выбрать, потому что наша читательница кажется, что это опасный цвет. Это опасный цвет для корпоратива очень. Вне зависимости от того, подходит вам красное платье или нет, это прямо серьезный вызов обществу. На корпоративе лучше и спокойнее платье черного цвета. Оно более универсальное, во-первых, оно лучше инвестиция, во-вторых. И в-третьих, у вас есть возможность быть в центре внимания благодаря своему поведению веселому или, например, каким-нибудь конкурсам, которые вы ведете, то есть действию человеческим каким-то факторам, а не благодаря своему костюму. А вот красное платье прикует к вам общественное внимание вне зависимости от того, захотите быть вы центром внимания или не захотите, вы будете центром этого внимания. Если говорить о самом вопросе, то он очень верный, но он касается не только красного цвета, любого другого цвета вообще. Вот тогда, когда внутри наряда появляется один и тот же цвет, есть проблема с соблюдением его оттенков. Довольно тяжело совпасть с цветами одной цветовой группы внутри комплекта, если ты не специалист. Поэтому лучше, конечно, если у вас красное платье, пусть ногти будут нейтральными, пусть помада будет прозрачной или, например, бордовый. Ну, то есть два красных не должны спорить друг с другом. Если у человека вызывают это вопросы, значит, он точно не умеет этим пользоваться. Если он не умеет этим пользоваться, значит, 50 на 50. Ошибка может его настичь в самый неудобный момент. Поэтому пусть будет только что-то одно красное. Например, красная помада или красные ногти или красный поясок или красные пуговки на черном платье. Это всегда привлекает внимание, такая тонкая красная линия. К нашему диалогу присоединяется Наталья и пишет следующее. Подскажите, пожалуйста, на что ориентироваться, чтобы не проскочить мимо собственного возраста и начать выглядеть нескучно, не смешно? Доверять ли зеркалу или доверенным лицам или еще чему-нибудь? Мне 39, и меня беспокоит, не пора ли носить сплошную классику, которую так не хочется. Ну, сплошная классика, она ведь тоже бывает очень современной. Я бы даже сказала авангардную. То есть вопрос, связанный с классическим костюмом, он очень вариативен. И, конечно, ни в 39, ни в 93 скучную старомудную классику носить не стоит. Я вот не понимаю, у нас в стране получается будто бы определенный возраст, скажем, выход на пенсию. И это как прыжок в другое измерение, на какую-то другую планету. Вне зависимости от того, сколько бы женщине ни было лет, она должна жить сегодня, а не 25 лет тому назад. И, разумеется, носить она должна современные вещи, современные формы и линии. Если особенно у нее есть такая возможность. То есть нож 39 лет, такой прекрасный возраст, когда не просто можно, нужно лучший возраст для женщины, на мой взгляд. Вот от 30 до 55, как рассказывают знающие эту тему дамы, это как раз и есть тот самый золотой возраст женщины. В общем, не стоит забывать про себя. Ну, ни в коем случае, но я могу сказать точно, что к 39 с розовой мини-юбкой нужно завязать. Эвелина, здравствуйте. Вы когда к нам пришли, к сожалению, наши читатели, наши зрители этого прекрасного чуда не увидят. У вас абсолютно потрясающий зонт. И одна из наших читателей как раз спрашивает. Эвелина, здравствуйте. Спасибо. Решила купить зонт, но когда увидела обилие расцветок, задумалась о том, что его нужно покупать под что-то. Под верхнюю одежду, под сумку, под туфли, а может быть под шарф и перчатки. Как лучше? Зависит от того, какой комплект полный. Часто женщина ориентируется на одно пальто в течение сезона и на одну шубу в течение сезона. И вот к этим двум большим вещам она подбирает, соответственно, туфли, сапоги, перчатки, сумку. Раньше было легче, потому что считалось, что перчатки, сумка, туфли, пояс должны быть одного и того же цвета. Сейчас считается ровно наоборот и наоборот не приветствуются моды. Это не бунтонно, не актуально носить все изделия из кожи одного и того же цвета. Поэтому я рекомендую не очень на этой теме зацикливаться. Зонт – это такой аксессуар, который ты не каждый день достаешь, к счастью. Но даже если это так, то, разумеется, если он не служит огромным диссонансом в твоем внешнем облике, ну, скажем, понятное дело, какое должно быть у женщины в средней полосе России или на севере России зимнее пальто или шуба. Это классические цвета. Если зонт будет вырви глаз, и на нем будут какие-нибудь гавайские мотивы, там, скажем, попугаи или рыбы экзотические, цветы какие-то такие вот фантастические, яркие, разноцветные, то это будет несколько странно выглядеть. Если же зонт будет довольно привычных классических цветов, темно-синего, бордового, ярко-красного, черного, цветы икрю, темно-зеленого, бутылочного стекла, почему бы и нет? Он может вообще не совпадать никак со всем комплектом женщины, которая его взяла с собой, а быть просто каким-то ярким дополнением к ее образу. Ну, скажем, женщина вся в черном, а зонт у нее красный с леопардовыми пятнышками. Леопард у нас любят. Вот в области зонта он очень уместен. У нас есть вопрос от Ольги, которая тоже, все просят вашего совета, как одеться в дорогу или когда едешь туда, где нужно много ходить. Раньше я одевала спортивный костюм, но теперь поняла, что это абсолютно неправильно. Молодец, очень правильно сделала выводы из нашего заочного общения. Действительно, спортивный костюм уместен только в соответствующем спортивном заведении, в тренажерном зале, на беговой дорожке, в каких-то таких вот пространствах общественного пользования, связанных со спортом напрямую. А во всех остальных местах, где человек не на пробежке, не занимается спортом, не получает спортивную награду, не участвует в специализированной пресс-конференции, посвященной спорту и награде, которую он завоевал в спортивной борьбе, конечно, спортивный костюм не очень-то уместен. Довольно часто люди используют спортивный костюм в качестве одежды в путь. Если речь идет о поезде, скажем, о Транссибирском экспрессе, возможно, это неплохая идея. Но если речь идет, скажем, о прогулке по городу, то это, конечно, нехорошая идея, это уж точно. Мне рассказывали о том, что в последнее время спортивные костюмы стали сочетать с меховыми безрукавками. И задали заодно вопрос, что вы об этом думаете. Не хочу даже думать об этом, потому что это даже страшно представить себе. Разумеется, в дорогу имеет смысл надеть какую-то удобную одежду. И, на мой взгляд, джинсы – это ровно то, что хорошо работает в этой ситуации. Другое дело, что джинсы джинсом рознь. То есть вряд ли имеет смысл, отправляясь на самолете в другой город, надевать джинсы, которые расположены ниже пояса сильно. И когда ты садишься, видно, какое у тебя белье в красивых розовых стразах. Может, не надо? Или, например, джинсы, дырки на которых обнажают достаточное количество твоего тела, и все видят, какой у тебя потрясающий загар. Тоже, может быть, избежать этого стоит. Или, например, джинсы, на которых расположена какая-то типографика номера, высказывания сзади, особенно на карманах. Или джинсы с определенной конфигурацией потертостей. Тоже это довольно сложно иногда бывает пережить. Честно вам скажу, особенно если женщина имела два по геометрии в школе и не совсем хорошо представляет себе, каким образом пространство влияет на другие измерения. То есть если вот уже старшая раздела геометрии она постичь не смогла, это видно по потертостям на ее джинсах. Это видно по потертостям на ее джинсах. И я бы рекомендовала в таких ситуациях очень гладкие, темно-синие, нигде, никаким образом не оформленные джинсы. Время само с ними сделает все нужные трансформации, я вас уверяю. Джинсы же это то, что ты довольно долго носишь. Поэтому мне кажется, что в дорогу хорошо сидящие темно-синие джинсы, лоферы или слиперы, или, к примеру, ботильоны на плоской подошве, или ботинки, напоминающие мужские, или варианты каких-то спортивных типов обуви в сочетании с красивым джемпером или твинсетом, либо, например, брюки капри, ну не то, что в нашей стране называется брюка на капри, а то, что действительно является брюка на капри. Это зауженные книзу, чуть укороченные, демонстрирующие щиколотку брюки, которые надеты с такой же обувью на плоской подошве или с какими-то полусапожками мужского типа в сочетании с свитером, с высоким горлом, с винеком, с кардиганом, своеобразным вырезом. Это всегда замечательные варианты. Но другой вопрос, если ты сразу после такого путешествия отправляешься на важные переговоры, я всегда предпочитаю костюм, который будет служить мне на деловых переговорах сразу после самолета, переодевать сразу после самолета. То есть я не очень люблю джинсы, довольно редко ношу их. Не из-за того, что мне не нравятся джинсы как факт. У меня довольно много их в арсенале, а просто потому, что я не всегда в них себе нравлюсь. У меня достаточно женственные формы вдруг обозначаются. Я стараюсь как-то вот в таких ситуациях, как, например, скажем, поездка между двумя городами, особо женственность не демонстрировать. Причем вот не касается облегания. Я никогда не ношу ничего гипероблегающего. Но вот как-то волшебным образом именно джинсы демонстрируют такой стиль пинап. Любые причем, даже бойфренды. Даже такие вот широкие. Я предпочитаю какие-то брюки напоминающие. Спортивные, по крою, с кулиской, из черной шерсти с добавлением эластана. Это всегда очень удобно. И всегда замечательно сидит и не мнется. И подходит абсолютно ко всему. И дает себе достаточное количество движения, примерно как спортивный костюм, я предполагаю. И смотрится очень костюмно. Потому что если эта кулиска закрыта, никто в жизни не догадается, что это брюки спортивного кроя. То есть спортивный крой – это не всегда брюки от спортивного костюма. Вот что я пытаюсь донести. Бывает и довольно много на сегодняшний день предложений у премьерных дизайнеров с брюками спортивного типа, из очень изысканных тканей. Евгений, у нас осталось буквально 5 минут. И мне хочется их очень посвятить нашим мужчинам. Их немного среди тех, кто задает вопрос. Но тем не менее, они есть. Вот какой вопрос поступила Велина. Какое пальто стоит купить мужчине творческой профессии с 35 лет? И как затащить такого мужчину в магазин, если он совсем не беспокоится о своем гардеробе? Я думаю, что ему нужно пальто бушлакного типа. Такое двубортное, короткое, напоминающее морскую куртку с английским воротником во флотском оформлении. То есть это то, что является такой классикой, что дальше некуда. Но с другой стороны, это то, что никогда не выходит из моды. Поэтому такое пальто даже у 35-летнего мужчины, который, возможно, еще не достиг пика своей карьеры, может быть выполнено из очень дорогого кашемира. Если мужчину довольно тяжело затащить в магазин, то можно просто подготовить для примерки то, что вы считаете нужным, для того, чтобы он провел в магазине наименьшее количество времени. Всегда надо помнить, по чеку в течение двух недель вы всегда можете пальто или любой другой товар в нормальном товарном виде со всеми чеками и с упаковкой вернуть в магазин, если вам он не подошел. Еще один совет нужен от вас. Есть проблемы с мужской сумкой. Заметил, что за границей мужчины чаще всего ходят без сумки. Мне все распихивать по карманам не хочется, но и выглядят, как типичный россиянин с крошечной сумкой на ремешке, где-то под мышкой тоже. Какие модели сумок посоветуйте к одежде спортивного стиля и к стилю casual? Сразу скажу, что большие сумки я не люблю. В общем, ограничил как только мог. И то не любит, и это не любит. Но это сумка почтальона. Это сумка, которая по размеру как небольшой переносной компьютер или как портативная таблетка. Она вертикальная, как правило. Это сумка для документов. Она носится через плечо, она носится на плечи. Как правило, она лежит на бедре, и она совсем не выглядит пошло. Я понимаю, что мужчина, задавший вопрос, имел в виду, ему не нравятся мужчины с барсетками. Мне тоже они не нравятся. Вообще, знаете, по секрету, они не нравятся ни одной женщине. Мы все над этими барсетками смеемся. И заключительный вопрос от Андрея. Он к нам поступил. Мы все о женщинах и о женщинах. А он спрашивает, а что же мужчине на корпоративный вечер в ресторане, организованном банком, надеть? Очевидно, мужчине необходимо надеть на корпоративный вечер в ресторане, который организован банком, черный костюм с черным галстуком и с белой рубашкой. Вот очевидно. Другое дело, если в пригласительном билете есть дресс-код. И там четко написано в этом пригласительном билете, что конкретно от вас требуется. Ну, как правило, в такого рода приглашениях пишется, что это black tie. Это обозначает, что женщины могут прийти в вечерних платьях. А мужчины должны обязательно быть в черном костюме, белой рубашке и с бабочкой. Или коктейл от тая. Это значит более неформальную ситуацию, где мужчина может прийти не в смокинге, как в первом случае, и не с бабочкой, а в черном костюме, черном галстуке. И в белой рубашке соответственно. То есть если мужчина не знает, как одеться, черный костюм с черным галстуком, ему нужно только разобраться, это будет черный галстук или это будет черная бабочка. С белой рубашкой и черными ботинками это всегда великолепно. Он всегда будет Джеймсом Бондом. Если это будет смокинг, в него влюбятся абсолютно все колени. Евелина, спасибо вам огромное. Какие-то заключительные слова для тех, кто нас сейчас смотрит и кто будет смотреть потом. Может быть наставления еще раз какие-то, как стоит одеться или просто пожелание? Я думаю, что одеться стоит так, чтобы больше не думать в течение вечера об одежде вообще, а думать о каких-нибудь более важных для вас в этот момент вещах. Одежда это важная вещь, но она не должна давлеть над вами в течение всего времени, что вы в ней находитесь. Она должна вам служить. И еще я желаю вам, чтобы никто никогда не запоминал, в чем вы были, но все всегда помнили вас. Спасибо вам. Друзья, спасибо, что были с нами и задавали свои вопросы. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok